О том, что семян для будущей посевной 2013 года кустанайским сельхозтавропроизводителям может не хватить, начали говорить уже после завершения этой уборочной. Тогда в Управлении сельского хозяйства озвучили дефицит семенного фонда в 70 тысяч тонн. Сегодня, по словам замначальника этого ведомства, по инициативе главы регионов, правительство отправлено письмо с просьбой выделить кустанайской области 43 тысячи тонн пшеницы в виде товарного кредита. Не нужно покупать семена. Поэтому я именно обращаюсь к вопросу финансирования. Если не будет финансирования покупки семян, то вопрос посевной стоит по вопросу. Если мы сегодня, в ноябре месяце, не поднимем вопрос перед правительством, перед министерством сельскохозяйства, а переброски семян из других областей, то уже в мае месяце будет поздно. Мы же не можем вернуться к 90-м годам, когда половину области не в небо посеяли. Сельхоз-таропроизводители подняли перед депутатами Кустанайского областного маслехата и представителями областных властей еще один наболевший вопрос. Нехватка выделенных субсидий на покупку гербицидов, а также невыплату уже обещанных. Первые купили, первые сдали, и мы не получаем по сегодняшний день. Эти деньги нам нужны сейчас, для того, чтобы выдать зарплату или что-то купить сейчас. Уши-то наши слышали и глаза видят, что в конце года у нас очень многие средства не оставятся по другим статьям. Почему это дело не переводится? Поэтому надо планировать. В этом году на повышение урожайности и качества растеневоческой продукции, по словам Симбаиса Гандыкова, в Кустанайской области выделен 1,250,000,000,000. В том числе 450,000,000 на гербициды. А заявок на них поступило на 1,5 миллиарда тенге. Этого в управлении сельского хозяйства не ожидали. У нас постоянно по этой программе было неосвоение от 300 до 600 миллионов тенге. Поэтому на следующий год, как сложится, по просьбе, конечно, увеличили на 400 миллионов, 1,6 миллиарда тенге по данной программе. И каково будет сегодня освоение, на следующий год, конечно, я ставлю под вопрос. И по каким причинам, вы все прекрасно знаете. Причины просты, продолжает чиновник из сельского хозяйства. Аграрии сами виноваты. Порой из 100% указанных в заявке гербицидов, они забирают не больше 40. Но управление сельского хозяйства нашло выход. А здесь создали рабочую группу, которая разделила имеющиеся деньги на квоты. Сегодня на сессии областной бюджет выделил еще 201 миллион тенге. На следующий год сказали, что будут размещаться 50% всех гербицидов. Не важно, кто их производил. Тогда у нас не будет хватать 8 миллиардов. Очень правильно. Что нам говорят, что пройти 200 миллионов? Очень правильно. На следующий год... 50 миллионов сейчас будут делить. Это на сельский округ 600-700 тысяч. Это 3 копейки на гектар. Кто там их заметит? Многие сельхозтоваропроизводители не то, что там гербициды сплошного действия, но и посеяться не смогут. И это вопрос. Поэтому вопрос на следующий год об освоении, это стоит очень серьезным. Чтобы распределение субсидий на гербициды прошло более справедливо, в рабочую группу по предложению депутатов Кустанайского властного маслехата было решено включить и народного избранника из числа хлеборобов. Антон Корчинский, Татьяна Калюшина, РТН.